Важные события предстоящей недели. В течение вебинара в первой части мы рассматриваем основные события, повлиявшие на рынок на неделе минувшей. Далее рассматриваем экономический календарь с важными событиями, уже запланированными на неделю текущую. В третьей части нашего вебинара мы рассматриваем торговые идеи от аналитического дела Гранд Капитал. Смотрим, как отрабатывались наши торговые идеи, которые мы формулировали на неделе минувшей. Также, что не менее интересно, рассматриваем возможные торговые идеи на неделю текущую. Итак, традиционно рассматриваем с первого события недели минувшей. И как мы отмечали в течение нашего прошлого обзора, минувшая неделя была достаточно спокойная с точки зрения волатильности. И после движений, которые формировал валютный товарный рынок по окончанию заседания Федрезерва США, после тех выкуржительных ростов и затем падений, которые демонстрировали, в частности, товарно-сырьевые площадки, на прошлой неделе рынок, казалось бы, взял относительный тайм-аут. И что касается движений в целом на рынке, что касается экономической статистики, все благоволило данному спокойному, достаточно неспешному развитию котировок на валютном рынке. Забегая вперед, отмечу, что все это, в свою очередь, вылилось в относительное снижение риска аппетита. Но об этом мы поговорим и рассмотрим, соответственно, котировки в третьей части нашего вебинара. А сейчас же, говоря вкратце о статистике, публикуемой на неделе прошлой, отметим, что, как уже было сказано, каких-либо крайне важных экономических данных на прошлой неделе мы особо не увидели. Были локальные важные показатели, которые, соответственно, локально влияли на те или иные валюты. В частности, в минувший понедельник, 23 сентября, был опубликован пакет данных из Европы, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг и в обрабатывающей промышленности для Франции, Германии, соответственно, для еврозоны в целом, был опубликован в течение европейской торговой сессии. И здесь мы смотрим, что, пусть и хаотично, но индексы менеджеров по снабжению для сферы услуг в крупнейших экономиках Европы, Германии, Франции растут. В частности, во Франции индекс менеджеров по снабжению вырос на один базисный пункт, до 50,7 базисных пункта, в то время как в Германии аналогичный показатель также вырос до уровня 54,4. Напомню, что данные индексы, так называемые индексы деловой активности, рассчитываемые для различных сфер экономики, ориентиром является показатель 50. Соответственно, если мы наблюдаем положительную динамику, и она колеблется выше показателя 50, это означает положительную динамику развития данного сектора экономики, ну или в целом экономики государства, по которому выходит данный индекс. Не будем останавливаться подробно на данной статистике. Отметим также, что на прошлой неделе, в частности, во вторник, немецкий институт Айфа опубликовал оценку текущих и перспективных ожиданий. И стоит отметить, что в отличие от индекса деловой активности, данные перспективные ожидания немецкого института, они не такие позитивные, как хотелось бы видеть. В частности, в том числе на этом фоне мы видели некое относительно снижение риска аппетита в моменте, в том числе по европейским активам. Отмечен, что индекс оценки текущих экономических условий немецкого института Айфа в сентябре снизился со 112,5 до 111,4 базисных пункта. Что касается других относительно важных событий, на прошлой неделе был опубликован еженедельный отчет Министерства энергетики США по приросту запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Согласно данному отчету, запасы сырой нефти за неделю с 14 по 20 сентября выросли более чем на 2,5 миллиона баррелей, в то время как коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей темпы загрузки сократились до 90,3%. Пожалуй, одним из самых важных событий прошлой недели стали данные по приросту ВВП Великобритании и США, опубликованные в минувший четверг. ВВП Великобритании, согласно третьей оценке, во втором квартале продемонстрировал рост на 0,7%, как, собственно, и было отмечено в первых двух отчетных цифрах. Соответственно, годовое значение роста ВВП было пересмотрено с 1,5% до 1,3% год к году. Говоря же о ВВП США, здесь, согласно третьей оценке, за второй квартал цифра осталась на прежнем уровне 2,5% против прогноза экспертов в 2,6%. Последний торговый день, пятница, 27 сентября, в течение дня, в течение европейской торговой сессии были опубликованы данные по приросту ВВП Франции. ВВП Франции во втором квартале, также согласно пересмотренным данным, вырос год к году до 0,4% пункта. В квартальном же исчислении прирост остался на прежнем уровне 0,5%. Также отметим, что в начале торгового дня, в начале азиатской торговой сессии были опубликованы данные по индексу потребительских цен Японии, рассчитанные для отдельной страны и, соответственно, рассчитанные для столицы Японии, города Токио, продемонстрировавшие относительный рост. В частности, индекс потребительских цен в Токио вырос в сентябре на 0,2%, в то время как общестрановой индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Несомненно, данные события являются весьма-весьма важными для рынка. Как уже было отмечено, они достаточно неоднозначно влияли в моменте на финансовый рынок. В частности, отметим, что на прошлой неделе, в чем уже было сказано, мы не увидели сколько-либо крайне важных статистических данных, которые бы могли кардинально повлиять на формирование котировок на неделе минувшей. Ну что ж, давайте перейдем к календарю, рассмотрим основные события, на которые стоит обратить внимание уже на неделе наступившей. Сегодня в понедельник в течение дня основными событиями были данные по промышленному производству Японии и, соответственно, другие данные, публикуемые из азиатского региона. Что ж, отметим, что среди прочей статистики, публикуемой в Японии, в частности, промышленное производство в августе сократилось на 0,7%, против прироста на 3,5% месяцем ранее. Розничные продажи, наоборот, растут, и растут они на 1,1%. Среди основных данных понедельника также выделим индекс потребительских цен еврозоны и, соответственно, в 16.30 данные по приросту ВВП Канады в июле. Данные по приросту ВВП Канады, еще раз отмечу, выйдут в 16.30 по московскому времени. Первый торговый день октября, вторник. Среди основных данных выделим уровень безработицы Японии и отчет Банка Японии, так называемый отчет Танкан, публикуемый раз в квартал. Безусловно, не менее важными данными будут решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Как ожидается, ставка останется на уровне 2,5%. В то время как другие не менее важные данные уровень безработицы еврозоны, по прогнозам экспертов, также останутся на значении 12,1%. Отметим лишь, что мнение аналитиков расходится. Некоторые эксперты ожидают продолжение роста на 0,1% до показателя 12,2%. Среди европейских данных вторника выделим лишь индекс деловой активности в производственном секторе, публикация которого запланирована на 6 часов в Москве. В среду, 2 октября, основными событиями дня будут данные по торговому балансу Австралии. Решение по процентной ставке Европейского центрального банка будет опубликовано в 15.45. И, соответственно, в 16.30 ожидается выступление главы Европейского центрального банка господина Драгин. Напомним, что на этой неделе пятница выпадает на первый день месяца. Думаю, что практикующие трейдеры знают, что это значит. Это значит, что в конце недели нас ожидают данные по рынку труда США. Перед этими данными традиционно в среду выходит отчет от частного агентства ADP. Отчет, посвященный изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Согласно данному отчету, в сентябре количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, вырастет на 175 тысяч. Посмотрим, насколько данный отчет совпадет с реальными значениями. Напоминаю, что данные цифры будут более важны с точки зрения планирования пятничных данных. Так как традиционно, как уже было отмечено, отчет агентства ADP предвосхищает пятничные данные. Данные, в частности, по приросту новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США. Ну и последним событием, не менее важным, среды станет выступление главы Федрезерва США Бена Бернанке, которое начнется в 23.30 московскому времени. В четверг, 3 октября, пожалуй, основными данными станут лишь индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны и традиционный отчет Министерства труда США по приросту первичных и вторичных заявок на пособие по безработице. И, как уже было отмечено, основным драйвером для рынка станут пятничные данные, в частности, данные по рынку труда США. В 16.30 традиционно в первую пятницу месяца выходит отчет Non-Farm Payrolls, отражающий количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за предыдущий период. Соответственно, по прогнозам экспертов, в сентябре данный показатель составит 180 тысяч. То есть, по прогнозам экспертов, в сентябре количество новых рабочих мест выросло на 180 тысяч. А что же касается общего значения уровня безработицы США, по прогнозам экспертов, также данный отчет останется на рекордно низком значении 7,3%. И если в течение прошлой недели мы видели падение риск аппетита, что отразилось в росте рисковых активов, на этом фоне, на фоне ожидания позитивных данных, в частности, пятничных данных, возможно, мы увидим рост риск аппетита и, соответственно, продажи резервных валют в конце недели. Напоминаю, что резервными валютами являются японская иена, швейцарский франк и относительно доллар США против рисковых валют. Такими будут основные данные пятницы. Напоминаю, что на нашем сайте grandcapital.ru в разделе экономический календарь вы найдете наибольший список важных экономических событий, ожидаемых на неделе текущей. Ну а сейчас, переходя к третьей части нашего вебинара, мы переходим к торговым идеям. Традиционно начинаем с пары евро-доллар. На прошлой неделе ключевым уровнем сопротивления для пары евро-доллар мы выделяли отметку 1.3560. И ориентируясь на зеленую стрелку, которой мы традиционно отражаем наше ожидаемое движение по основным валютным парам, видим, что данное, наше ожидаемое движение полностью было отработано. В начале недели пара стремилась к сопротивлению 1.3557, однако достичь его удалось лишь в конце недели. Соответственно, ориентируясь на выделенное узкодиапазонное движение всего 85 пунктов, как и было отмечено на прошлой неделе, мы увидели ту консолидацию после сильного роста, сильнейшего роста, который демонстрировала пара евро-доллар с 9 по 23 сентября. Ориентируясь на неделю текущую, выделим в качестве ключевого значения уровень поддержки 1.3428. Соответственно, зеленую стрелку, сформированную на прошлой неделе, можем продолжить. Отметим, что в течение недели мы допускаем возможность снижения пары к уровню 1.3427, после чего возможно продолжение в относительно среднесрочной перспективе движения восходящего с уровнем сопротивления, соответственно, отметкой 1.35. 5 ровно. Простой незамысловатой стрелкой нарисуем наше ожидаемое движение по паре евро-доллар. Следующая валютная пара, пара фунт-доллар. Здесь также ожидаемая коррекция с уровнем поддержки 1.6022 не оказалась окончательным движением для пары. На прошлой неделе на фоне в том числе позитивных, упомянутых ранее данных по Великобритании, мы увидели продолжение роста. На прошлой неделе пара смогла преодолеть важное сопротивление отметку 1.6165 и попыталась закрепиться чуть выше отметки 1.6183. В настоящий момент пара торгуется в достаточно узком диапазоне, ориентируясь на общее восходящее движение по паре фунт-доллар, ориентируясь в целом на важность ключевых уровней, которые пара смогла достичь. Отметим, что на этой неделе наиболее интересным движением, на наш взгляд, будет коррекция. Коррекция по паре соответственно к уровню 1.5990. Давайте продолжим данную стрелку и попытаемся с помощью ее отрисовать нашу торговую идею на неделю текущую. Что ж, с парой фунт-доллар думаю, что все понятно. В среднесрочной перспективе тренд по-прежнему восходящий и на этой неделе ожидаем, пусть и не значительной, но коррекции по фунту. С ключевым уровнем поддержки 1.5980, соответственно, более сильным уровнем поддержки 1.5960, 1.5875. Следующая валютная пара – доллар-франк. Здесь упомянутые падения роста риска петита по-прежнему не дают возможности паре продолжить, по крайней мере, начать вновь восходящее движение. Отрисовываемые в течение последних трех недель восходящие стрелки не дают возможности сбыться нашим ожиданиям. Ну что ж, пара доллар-франк по-прежнему находится в тренде нисходящем, поэтому мы не рекомендуем ее покупать. По-прежнему не рекомендуя покупать, мы все же ожидаем движения восходящего по паре к уровню сопротивления отметки 91.20. Давайте продублируем нашу зеленую стрелку. Ну и напоминаю, что в конце недели на фоне ожидания роста риска петита возможно локальная продажа швейцарского франка, на фоне чего мы можем увидеть попытку достичь уровня сопротивления 0.91.20, соответственно, 0.91.30. Следующая обратная котировка – доллар-иена. Здесь мы видим, что лишь половина нашего движения была отработана. На фоне того же снижения риска петита мы увидели на прошлой неделе укрепление японской иены. Уровень поддержки, ранее выделенный отметкой 97.65, стала некой остановкой для пары уже в течение сегодняшней азиатской торговой сессии. На прошлой же неделе закрылись на уровне 98.20. Что ж, думаю, нашу стрелку можно продолжить. Ориентируясь на движение на неделе текущей, вновь ожидаем восходящего движения, относительно восходящего движения по паре доллар-иена с уровнем сопротивления отметкой 98.70. Что касается американских и также японских данных, основные события, ориентируясь на календарь, будут публиковаться в пятницу. Уже упомянутые данные по рынку труда США и, соответственно, решение Банка Японии по процентной ставке, публикация которого запланирована на 4 октября, то есть на пятницу, 7 часов. Ну и напоминаю, что важными для нас являются несколько сами ставки. В данном случае ставка по Банку Японии останется, никто не сомневается, на рекордно низком значении в диапазоне от 0 до 0,1%. А непосредственно возможные комментарии представителей Банка Японии относительно будущей денежно-кредитной политики и, соответственно, о возможной динамике курса японской иены. Следующая пара, пара евро-франк. По паре евро-франк мы также видим тотальное снижение. Лишь уровень поддержки 1.22 ровно смог остановить данную пару от дальнейшего падения. Напоминаю, что ключевой уровень 1.23 становится все более актуальным для пары. Более того, на фоне роста риска аппетита мы ожидаем обратного движения в рамках сформированного диапазона. Соответственно, на этой неделе ставим ключевой целью по паре отметку 1.2270. Относительно фундаментальных данных, да, пожалуй, мы не увидим каких-либо важных экономических данных, которые смогли бы поддержать единую европейскую валюту. Но ориентируясь в целом на достаточно простое диапазонное движение по паре евро-франк и на уже отмеченное возможное увеличение риска аппетита, попробуем увидеть пару у отметки 1.2270 в конце текущей недели. Переходя к товарно-сырьевым парам, в частности австралийский доллар и новозеландский доллар против доллара США, здесь мы видим, что после достаточно интересного роста котировки сырьевых валют корректируются. На прошлой неделе в качестве коррекционного уровня, в качестве уровня поддержки мы выделяли отметку 0.9335. Коррекция же по факту оказалась несколько сильнее и закрылись на отметке 1.93 ровно. Ну что ж, данный уровень поддержки уже является неактуальным, ну а мы же ожидаем продолжение диапазонного движения по паре австралийский доллар-доллар США. Соответственно, продолжая нашу зеленую стрелку, можем выделить подобное движение по паре австралийский доллар-доллар США с ключевым уровнем сопротивления отметкой 94 ровно. Отметка 94 ровно является лишь локальным уровнем сопротивления и на фоне возможного продолжения роста риска аппетита, особенно в ожидании пятничных данных, пара будет способна достичь большего, в частности отметка 0.9475, видится нам в качестве возможного следующего ключевого уровня сопротивления. Сопротивление отметкой, еще раз отмечу, 0.9475, выделенная красной пунктирной стрелкой. Новозеландский доллар, аналогичное движение, здесь мы смогли точно отметить уровень поддержки, отметку 0.8253. Торговая идея по паре, аналогично торговой идее на неделе минувшей, ожидаем аналогичного движения в рамках диапазона, соответственно, с поддержкой 0.8230 и сопротивлением отметкой 0.8385. В рамках данного относительно узкого диапазона и ожидаем движение по паре новозеландский доллар-доллар США в течение недели текущей. Давайте с такой стрелкой отрисуем возможное движение по данной валютной паре. И традиционно последними активами мы рассматриваем металлы. Золото на прошлой неделе демонстрировало достаточно неоднозначное движение. Мы ожидали роста к уровню 1354 доллара. В моменте котировки металла смогли достичь отметки 1351 доллара. В целом движение по-прежнему остается достаточно понятным, достаточно широкий коридор с общим восходящим трендом. Поэтому на этой неделе мы можем продолжить данную стрелку. Примерно таким образом, простым способом, выделяем целевой уровень 1360 долларов, 1363 доллара за тройскую унцию. Надеемся, что на этой неделе мы увидим данные, ставшие важным для золота, пока еще уровень сопротивления. Ну а на этом наш обзор подошел к концу. Я благодарю всех за внимание. Напоминаю, что в течение недели возможны изменения и дополнения в экономический календарь. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями и обновлениями экономического календаря на нашем сайте. Я же желаю вам успешной торговли. До свидания.